Привет, друзья! С вами снова я, Дмитрий Егоров, и вновь мы приветствуем вас на канале Squadboard Shop. Этот величайший, дважды признанный лучшим в истории скейтбординга канал, самого лучшего магазина о скейтбординге в России. Поэтому, если вы катаетесь на скейтбординге, то обязательно смотрите наши обзоры, мы вам расскажем всякое интересное. И сегодняшняя всякая интересная рассказ об очень интересных кроссовках Nike Dunk SB. Не переключайте ваши YouTube-каналы, будет круто. Чем мне вообще нравится мое увлечение кроссовками? Что, с одной стороны, оно вроде бы дико завязано на брендах, да, то есть ты не можешь представить себе увлечение кроссовками без брендов. Если кроссовки, то обязательно Nike, Adidas и прочее, прочее. Но, с другой стороны, каждый человек, кто серьезно увлекается кроссовками, прекрасно понимает, что его увлечение идет вразрез со многими маркетинговыми активностями бренда. Это существует не только в кроссовках. Например, культовая для скейтбординга, для истории скейтбординга видеокамера Sony VX1000, когда она только вышла, она стала популярна не потому, что она Sony, а потому, что это именно интересная камера, которая очень и очень хорошо подходит для съемки различных экшен-видов спорта. Почему так получилось и почему именно этой камере стали посвящены эти кроссовки, постараюсь рассказать быстренько, но подробно. Итак, конец 90-х годов. Эра, когда технологии очень сильно изменяются, очень сильно развиваются. И Sony выпускает первую достаточно мобильную камеру. Сегодня, понятное дело, что по сравнению с какими-нибудь GoPro или другими экшен-камерами, она будет казаться огромной. Хотя, когда она появилась в 90-х годов, наоборот, это была одна из самых компактных камер. Который, кстати, то, что она являлась относительно тяжелой, шло только в плюс. Так как это работало как некий уравнитель, когда ты снимаешь, держа ее за ручку. Так вот, на эту самую камеру были сняты, наверное, все классические видео про скейтбординг. Конца 90-х, начало 2000-х годов. Вписок действительно впечатляет. Даже одно из моих любимых видео E-Ride, которое Girls Skateboards вроде бы сделали, тоже было снято полностью на эту камеру. Как и многие другие видео. Вообще, эта камера стала настоящим стандартом. Особенно это стало понятно, когда к ней компания Sony выпустила еще и линзы Fisheye. Которые сделали возможным с очень близкого расстояния снимать скейтера и его трюки так, чтобы он полностью влезал в кадр. И целое поколение людей, которые занимались скейтбордингом, выросло на видео, снятых на эту камеру. Плюс, она была относительно недорогой. И можно сказать, что эта камера, это была первая возможность любому непрофессионалу снять скейтбордические трюки. И так, чтобы они выглядели красиво. Понятное дело, что с развитием индустрии начали все технологии усложняться. И уже в последние годы эры этой видеокамеры, во второй половине 2000-х годов, ее уже привязывали к различным кранам, ставили на различные тележки. В общем, это уже все выглядело как такое профессиональное киношное оборудование. Но в любом случае, до сих пор очень многие люди, которые занимаются скейтбордингом, очень многие люди, которые снимают скейт, они либо обладают такой камерой, либо мечтают ей обладать. Потому что и картинка, и передача цветов, и, в принципе, вот такое вот общее ощущение. Ну, с одной стороны, это действительно немножко ностальгически, да, как в старые добрые времена. Так вот, Nike SB повторили один из своих самых, наверное, известных приемов. Когда берется какой-то известный артефакт, будь то пиво Хайникин, будь то какое-то другое пиво, какой-то герой из поп-культуры. И на кроссовке переносятся элементы костюма этого героя, элементы там бутылки этого пива. То все пятое и десятое, но без четкого указания, что там типа вот это пиво Хайникин, или вот это там Фредди Крюгер и тому подобное. Занятно, кстати, что я привел два примера, за которые Nike потом серьезно очень, так сказать, отчитали юристы. Потому что сказали, что нет, ребята, вот это вам нельзя использовать. Ну, в любом случае, Nike SB как бренд, который действительно очень много делает для популяризации скейтбординга. И очень много делает для того, чтобы люди любили скейтбординг за то, что это скейтбординг, а не за то, что там кататься в модных кроссовках. Так вот, очень многие релизы посвящены каким-то близким к кроссовкам вещам. Это могут быть какие-то и небольшие скейт-магазины коровые, и какие-то супер маленькие бренды. И это могут быть какие-то даже элементы скейт-дизайна. Например, были кроссовки, посвященные клею, которым на заре скейтбординга очень многие скейтбордисты проклеивали свои кеды, так как они очень быстро портились, ну, стирались во время катания. Было еще много различных вариантов. И в этот раз решили сделать такой оммаж самой классической видеокамере, на которую снялся весь классический скейтбординг. Что мы все про скейтбординг? Давайте посмотрим про кроссовки. Вот это замечательное просто произведение искусства. Чем они интересны? Что здесь нигде нет надписи Sony. Понятное дело, как я сказал, так как это не официально написано Sony сделано. Но куча элементов, во-первых, сами цвета, они повторяют цвета камеры. Дальше все названия, которые здесь есть, программ, шаттер спид, рек левел, пик, плеер, даже вот такие вот моменты, все они повторяют элементы дизайна камеры. Тот же шрифт, те же названия. И опять же, чтобы Sony ничего не сказала, никакого упоминания про Sony нет. Но любой человек, кто держал в руках эту камеру, любой, кто посмотрел хотя бы пару видео, посвященных съемкам классического скейт-видео, знает, как она выглядит. И сразу же по таким вот маленьким моментам может легко определить, что эти кроссовки посвящены именно этой камере. Давайте более подробно на них детально посмотрим. Здесь у нас есть, как я уже сказал, элементы декора в виде надписи, которые перекочевали с камеры. Сделана она по материалам у нас из гладкой кожи, из ноутбука. Кстати, тоже интересный момент. Свуш тоже сделан из ноутбука. Обычно, наоборот, он делается из гладкой кожи, а здесь он ноутбуковый. Даже, смотрите, на этой стельке у нас здесь цифра 0001. Начало записи. Интересно, а на второй стельке там какое-то другое число или тоже 001? А на второй стельке у нас тоже оказывается 001 надпись. И люверсы, вот как мне подсказывает мой замечательный оператор, они в тех же цветах, что тюльпаны. Аудио-видео вход на этой камере, чтобы соединять ее уже с видеомонтрафоном или там с студией монтажа. Стоит еще добавить, что, как и любые, наверное, сейчас релизы кроссовок Nike Dunkey, они будут цениться очень сильно. И, скорее всего, большинство ребят, которых выиграет в рафле, оно будет не кататься, а их перепродавать друг другу. Пока, наконец, мода на них не пройдет. И люди перепродадут их с ущербом для себя. И, может быть, тогда кто-то в них и покатается. Хотя, если будут те, которые будут в них кататься или просто ходить, это тоже будет очень круто. Я ничего против этого не имею. Я очень люблю и собирать кеды, чтобы они красиво стояли на полочке. И ходить тоже в хороших кедах. Чего и вам всем желаю. А еще, друзья, еще раз напомню, что на улице Большие Каменщики открылся новый магазин Squat. Куда обязательно нужно ходить, где будет много интересных релизов. И вообще, где будет все очень хорошо. Здесь настолько круто, что я уже скоро переселюсь сюда жить в подвал. Так как вы знаете, что самый сложный трюк для скейтера – это съехать от родителей. Катайтесь на скейтбординге, друзья. Простите мне мои глупые шутки. И с вами был Дмитрий Егоров. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok